Было две замерзших беременности на середине недели. Поставили хронический эндометрит только после визуального осмотра гинеколога. Возможно ли ложный диагноз? Очень часто. Очень часто ложный диагноз, потому что мы по хроническому эндометриту сессуально говорили, но я имею в виду, что у нас был отдельный эфир по хроническому эндометриту относительно недавно, о том, что есть маркер CD138. Но, к сожалению, очень часто идет гипердиагностика, потому что так проще. То есть не нужно лезть ни в какие тонкости молекулярной медицины, не нужно заниматься иммунологией, не нужно глубоко погружаться в область эндокринологии, репродукции. А просто вот так вот, что если там что-то происходит, это воспаление. А воспаление хронический эндометрит. Поэтому, если есть какие-то подозрения на воспалительный процесс, который идет по мазкам, по вот этому, проще провести курс противовоспалительной терапии. Не слишком на этом циклится для того, чтобы не терять время, потому что иногда годами, годы теряют на том, что лечат бесконечно хронический эндометрит. Процент гипердиагностики очень большой даже не только по визуальному осмотру, но даже и по данным гистероскопии. Есть маркер иммунохимический хронического эндометрита. Это клетки, которые называются CD138. Но даже если они положительные, все равно нужна какая-то осторожность. Субтитры создавал DimaTorzok